Фонд социального содействия Александра Прокопьева меняет формат работы. Сейчас разрабатывается новая система предоставления грантов. Участники проектов должны выполнять свою часть обязательств, следить за объектами и содержать их должным образом. К сожалению, есть прецедент два года назад. На территории Бийского лицея была открыта многофункциональная спортивная площадка. Только вот этот зимний сезон здесь начался слишком поздно. Многофункциональную спортивную площадку на территории Бийского лицея-интерната запустили в ноябре 2015 года. На торжественное открытие приехал легендарный хоккеист, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Эту площадку строили не только для учащихся Бийского лицея, но и для жителей микрорайона. Эта площадка была сделана практически с нуля. Многофункциональная площадка, которая должна использоваться как в летний период, так и в зимний период. Летом 2016 года на площадке постелили современное мягкое покрытие. Здесь дети и взрослые играли в волейбол, баскетбол и мини-футбол. А зимой площадка вновь должна была стать катком. Жители микрорайона ждали, что зальют коробку уже в ноябре, так же, как и в 2015. Однако ноябрь прошел, а лед так и не появился. И обеспокоенные жители обратились в фонд социального содействия. В этом году, когда мы посмотрели прогноз на ноябрь месяц, мы увидели, что там планируется серьезная оттепель до плюсовых температур. И поэтому было принято решение для того, чтобы заливка катка была качественной, для того, чтобы сразу же дать возможность детям заниматься там и дополнительными видами спорта и, может быть, урочными занятиями, мы приняли решение залить каток в декабре месяце. Получается, что спустя только два месяца с начала зимы, буквально перед Новым годом, открыли каток. Сейчас, по словам заведующего кафедра физ. воспитания Бийского лицея, ледовую площадку заливают дважды в неделю и регулярно расчищают снег. Помогает в этом снегоуборочная машина. Ее на юбилей лицея подарил депутат Госдумы Александр Прокопьев. По наблюдению, где-то до 8 часов тут идет движение на коробке. Это местные жители, дети в основном здесь катаются. Ну и плюс к тому, основной нашей задачей было функционирование коробки – это проведение уроков физкультуры, коньковой подготовки. За содержанием катка следят учителя физкультуры Бийского лицея. Возможность заниматься здесь спортом должна быть у всех жителей микрорайона. Хотелось бы все-таки обратить внимание наших партнеров, тех юридических лиц, физических лиц, с кем мы работаем, кому оказываем поддержку, ту или иную поддержку, с тем, чтобы их отношение было более ответственное, чтобы те проекты, которые мы реализовали, они работали на все 100. И не было простоя в их использовании, эксплуатации. Фонд социального содействия будет выбирать партнеров, учитывая их ответственное отношение к проектам. Татьяна Свинаренко, Сергей Даровских, Будни.